Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни, и мы продолжаем играть в игру Outlast. Но в прошлой части меня жестоко обманули, мягко говоря, и тут даже камера висит. И в какой-то бункер меня спустили. Я даже не знаю, что это за место сохранения. В смысле? Вернись! Падло! Моя надежда на спасение уехала. В той серии отец Мартин решил сам себя поджечь и сказал, что я должен донести до всех истину. В общем, отправил меня на волю. Этот лифт меня, падло, опустил в какой-то низ непонятный. И что за этими дверями, я даже не знаю. Давайте узнаем. Охренеть! Вот это красота! Что это за место? Куда меня привело? Просто, насколько я помню, там что-то с нацистами связано было. Ну, вот эти вот МК Ультра, да? Всякие вольт-ридеры. Германии и прочее. Блин, ребята, а это случаем не то место, которое мне показывал отец Мартин по камерам. Правда, камеру я здесь не вижу. Но, по-моему, здесь в начале игры солдаты какие-то бегали и их размазало. По всему... Ну да, по всей комнате. Жесткая. Чуть только не говорите, что мне туда. Ладно, давайте почитаем заметку. Блин, ну здесь хотя бы светло. Очень красиво и светло. Правда, кровь повсюду и кишки, ну это хрень. Под горой. Чёрт, чёрт, чёрт! Чёрт. Нашёл мой труп. Никому не доверяй. Расскажи всем. Да знаю, я знаю. Все психи так говорят. Но я-то в здравом уме, насколько это вообще в таком мире возможно. С полной камерой доказательств. Это даже не проповедь. Просто насмешка над здравым смыслом. Пусть мир знает, что всё это вина мерков. И похороните этих ублюдков вместе с моим изувеченным трупом. Это что, репортера себе так говорит? Слышишь, братишка, я не хочу, чтобы тебя хранили. О, документы. Интересно, что здесь за документы внизу в этом непонятном месте. Капец. Просто останки. Кишки и рация посреди кишков. Нельзя взять. Говорит, батареек больше. Вот тут даже пули. Кто-то пытался отстреливаться. Отстреливаться, жесть. Вы посмотрите, просто размазанные кишки по стене. Давайте прочитаем, что написано в документах. Гордыня мудрости. Из личных записей доктора Вернике. Франкенштейн или современный прометей Мэри Шелли. Анонимно опубликован в 18-м году. В не в 918-м, в 818-м. Выдержки из главы 23. О человек, скричал я, как невежественен ты в гордине мудрости своей. Остановись, ибо не знаешь ты, о чем говоришь. Я покинул дом, чувствуя беспокойство и гнев, и удалился поразмышлять о некоем ином способе действий. Это Вернике был. Странно, что его записки находятся на главном входе в это место. Непонятно. Ты за мной не закроешься? Жуть. Кровь. Тоже кровь, да? Трупы. Сюда кто-то пробрался. Блин, конечно, здесь светло, уютно, но... Ну, как уютно? Блин, оружие это все поломано. В общем, здесь светло, красиво, но... В наушниках, и в той темноте, в которой я сижу, с этими звуками, очень жутко. Плюс ощущение, что я где-то под землей. В жопе мира. Блин, тут хотя бы психов нету. Это уже радует. Морфогени... Морфогеник Инжин Чемберс. В этом случае мне связано никак с морфогенетическим кондиционированием, или как оно называется правильно. На всякий случай, обе двери. Открою. Ёлки. Просто жопа. Кто-то просто лопнул все кишки по всем сторонам. Жесть. Что это за место? И кто здесь побывал, интересно. Камеры. Похоже, в камерах что-нибудь сохранялось. Нет ведь? Ничего. Цветочки. Пробирки. Ничего интересного. Блин. Что это за место вообще? Тут кто-то что-то изучает. Видимо. Повсюду трупы. Такое ощущение, что они просто лопались. Вот. Прямо реально взрывались. Просто куча останков непонятных. Пациент номер 1287-Б. Интересно, кто это? О, господи. Просто головы и руки. И еще какая-то часть тела. Непонятная. Кишки в ванной. Жесть. А вот документ. Документ. Надеюсь, здесь никого внизу нету. На самом-то деле. Мне очень-то хотелось с кем-то столкнуться. В этой жопе. Пасмертный вариант. Проект Валь Ридер. Отчет о вскрытии тела такого-то человека. Относительно формы. Весь нишу и следующий материал следует пересмотреть и преобразовать, приведя записи к соответствию требованиям корпорации мерков. Смотри форму такую-то. Автор Дженнифер Роланд. Заметки. Мое 14-е вскрытие пациента. Проект Валь Ридер. Показывает не больше признаков успешности терапии, чем все прочие. Интересно, он все 14 раз одного пациента вскрывал. Наблюдаются некоторые успехи в клеточной миграции и морфогенезисе, включая эффекты, напоминающие человеческий гормон роста. Но ничего похожего на создание разумного, независимо существующего роя. Так устало. Не уверена в своих выводах. Подам еще одно заявление об уходе. Психологическая цена работы с настолько безнадежными пациентами слишком высока. Не думаю, что мне это по плечу. Ох, типичная женщина. Советую возлагать поменьше надежд на обширные теории дряхлава нацистой и перейти к использованию более простого механического устройства, основанного на протеине спермы. Определенно советую более жесткие фармакологические ограничения. Пациент 921 был убит службой безопасности мерков после того, как преодолел действия транквилизаторов, которых бы хватило на целую хоккейную команду. Боюсь, что гормональная терапия плохо сочетается с нашими фармакологическими ограничителями. Очень интересно, на самом-то деле. Delivery Exit. Ну, слово Exit меня уже привлекает. Ну, давайте посмотрим, что нас ждет за этими дверями. Пока никого. Да и не больно-то хотелось с кем-то видеться, если честно. Здесь так уютно. Хорошо по сравнению с тем, что наверху творится. И это что? Это прям в леднике так прорыто? Просто интересно, здесь стены, а тут лед. Ёлки. Все в кровище. Воу, тихо. Выход! Охренеть! Вы посмотрите, какой он красивый. Прям светится. Я хочу наружу. О, я хочу наружу. Вон там выход, я вижу. Ну, там кровь просто. Это что за место? На всякий случай забегу, посмотрю. Никто же не укусит здесь. Так, холодильники открытые. Просто холодильники. Морфогенетический двигатель. Какая-то формула целая. Записка. Что же, лишнее мне будет почитать. Кто хорошо учился? Кто понимает, что это такое? Лично я нифига не понимаю в этих формулах. Что за заметка? Морфогенетическая формула. Морфогенетическое кондиционирование? Несколько математических строк. Алгоритм. Перепрограммирует нас, превращая в фабрику ночных кошмаров. Несколько чисел мелом на доске. Дайте мне ножовку и оставьте наедине с телом доктора Верники. На пару часов. Я ему кое-что задолжал. Хе-хе. Что это значит? Я не понимаю тебя, репортер. Тебе ли не пофиг на этого... Психа? Верники. Не пофиг ли тебе на этом морфогенетическое, что это там кондиционирование? Не понял. Что происходит? Тихо. Я уже отвык от страхов, ребята. Давайте вы не будете меня просто пугать. Твою мать. Твою мать. Вау. Так, там наверх. О господи, я не хочу в темноту. Хоть она и перед выходом, но все-таки... Я подошел к выходу. А! Что происходит? В смысле? Что происходит? Тихо. Там призрак! Призрак! Это же этот! Вай, ридер, мать его твою! За ногу! Куда бежать-то от него? О, елки-палки! Там закрыто. Беги просто, беги, дергай! Так, назад посмотреть. Вон. А где он? Я его не вижу. О, моя дверь нахрен. Ааа! Крис! Твою мать! Как ты сюда попал, придурок! О! Ни хрена себе! Охренеть! Охренеть! Давай, снимай его полностью. О! Ван Ридер! Его видно? Да, его видно под этой херной. Охренеть! Крис! Он прям в него залез! О, жесть! В натуре! Этот бабай убил Криса! Охренеть! Жесть! Я не хочу с тобой сталкиваться! Ублюдочная тварь! Жесть! А это что значит? О! Криса убили! Блин! От кого теперь бегать-то? От Валеридера, что ли? Просто. Что там за заметка? Смерть солдата. Значит, так встретил ты свою смерть. Разорванный изнутри в клочья, глядя, как твой мозг стекает по бетонной стене. Из одного вода тебе сбежать удалось, Крис Уокер. Надеюсь, ты не угодил в какой-то другой. Жесть! Так я теперь туда не могу пройти, что ли? Блин, честно, я не очень хочу туда. Куда тогда, если не туда? Здесь я вроде везде был. Хрен его знает. Ну, давай ради интереса. Не понял. О! Дверь открыта. Кто там? Чё? Да, да, я знаю. Я должен быть мертвым. Но какое везение? Я старее, чем грех. Но я еще жив. Все дело в Билли. Так это этот... Верника, что ли? Бон Билли. Кто такой Билли? Я не понимаю. Он заботится обо мне. Он вынул рак из моего желудка и излечил глаза. Пожалуй, он считает меня отцом. Наверное, даже любит меня, бедный идиот. Ни хера себе, дядька. Ты вообще древний. Знаешь, что значит этот символ? Ни хера. Он предупреждает о наноопасности. Микроскопических машинах. Этой технологии уже десятки лет. Но мы ее так до конца и не изучили, наверное. Специалисты примерков нашли, как обойти проблему, опираясь на мое исследование. Смогли превратить клетки человеческого тела в лянофабрики, производить молекулы. Естественная функция клеток, но с помощью психосоматического управления мы научились точно создавать нужные молекулы. Разум одержал победу над плотью. Знаменитая картина. Впрочем, зря мы, глупцы, полагали, что сможем держать это под контролем, творить такие опасные вещи, используя безумцев. Звучит как исповедь. Останови его, убей Билли, уничтожь то, что хренит ему жизнь, его анестезию. Исправь мою шишку. Так, значит, верненький, это ты? Никто не сможет выбраться отсюда, пока он жив. Ты должен убить его. Старик. Ты совсем древний, да? Ну да. Он здесь прожил под сотку лет. Это не документ, нет? Нет, не документ. Капец, дядька, ты. Мы уже добивались подобного в 44-м году. Те фашисты думали, что это духи. Я не стал переубеждать их, дал им перебить друг друга. Они полностью уверовали в загробную жизнь, эмпирически дарованную им. Дураки. Хренит ты. Реально же. Сколько здесь тусуешься, старик? Бедный Алан, он бы расплакался, увидев. Что-то там. Билли не хотел плохого. Этот ребенок, лишившийся разумом, но получивший божественную силу. А кто из нас не стал бы чудовищем в таком случае? Ты должен прекратить это. Мы все должны умереть здесь. Эй, я не хочу умирать. Мерковь знали об опасности, но их она не волновала. С корпоративной точки зрения, все мы лишь определенные суммы в бухгалтерских книгах. А прибыль, которую обещал принести проект Валеридер, затмевала любые, пусть и прискорбные потери в лице кучки докторов и пациентов. Он будет разрастаться, если ты не остановишь его. Морфо-генетический двигатель способен воспроизводить себя веками. Молю бога, что тебе хватит сил положить этому конец своей смертью. Покой, вот чего я хочу превыше всего. Билли не дает мне умереть. Он даже не может представить, как это шестоко. Я желаю лишь смерти. Ну, хорошо, старик. Если ты этого хочешь, билеты... Ну, билли это... Билли это кто, блин? Я не понял. Это этот... Летающий призрак, но это же Валеридер. Это же какой-то дух. Я не знаю. Ну, правильно ведь? А Билли тогда кто? Не понял. Какой-то псих? Ну да, про него был еще, по-моему, очень давно, в начале, документ. Не знаю, где он. Ну, в общем, где-то что-то я читал про Билли. Не знаю. Не помню. Хрен знает кто это, честно. Так, а куда мне... Тихо, аккуратно. Здесь закрыто. Там, походу, тоже закрыто. А куда мне идти-то? Я просто боюсь столкнуться с этим Валеридером здесь. В темноте опять. Здесь закрыто. Возьми это тело. Да нет, тут везде закрыто. А куда тогда? Обратно возвращаться? Ну, погнали, посмотрим, что там. Может быть, что-то изменилось. Вообще, я хочу вон туда. Почему нельзя просто открыть эту дверь и выбраться наружу? Взять броневит и укатить отсюда? Нахрен. Почему тут призрак не улетает, если он... Он что, привязан к этому месту, к этому старику? Почему доктор жив? Ну, зачем он вообще жив? Я не понимаю. Зачем тогда эти писали, что он погиб, умер? Что с ним все? Вот же он сидит здесь, ждет кого-то. Не знаю, кого. А вот дверь открылась. Ого. Целые коридоры. Тихо. Аккуратно. Ой-ой-ой, как ярко. Тут очень светло. Что, душевая? Что, ну какие-то висят. Куда, душевая? Прикольно у вас здесь было, друзья. Жалко, никого у живых не осталось. Интересно. Галыши эти живые остались. По идее, все, с кем я уже общался, они уже погибли. Отец Мартин, он погиб. Крис погиб. Кто еще был? Доктор погиб. А кто еще остался? Больше никого. Только эти. Гулые придурки. Братья. Не знаю, живы они или уже все. Ой. Тут еще кто-то. Больше ничего нет интересного. Может тут? Нет. Холодильники, как правило, в этой игре не открываются. Так, оттуда я пришел. Там я был. Давайте еще здесь быстро осмотрим. Что там, может, только не документик. Батарейка мне, в принципе, хватает. Ну, если найду батарейку, то поменяю я. Что ж, это уже не так страшно. Хотя, блин. Вот это вот расслабление перед... Зачем я открываю двери? Там уже не так она открыта. Вот это вот расслабление. Если там меня напрягали, я все время ожидал, чего ты тут. Ты расслабляешься и... Бац! Просто не ожидаешь. Какую-нибудь тварь. Морфо-генетик... Морфо-геник энджайн Чемберс. Везде трупы. Просто полопавшиеся трупы. Направо или налево. Мне кажется, сюда. Нет? Нет, здесь закрыто. Ну, вернее, тупик. Честно, я напрягаюсь, когда долго ничего не происходит. И я прям... Я знаю, что я сейчас испугаюсь, когда что-то произойдет. Реально обосрусь. Что, появляется, да? Да, он, блин, здесь. Здесь, здесь. Он меня увидел. Он меня увидел. Он меня увидел. Твою мать. Беги, 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 беги. Беги. Не знаю, куда беги. Просто беги сюда. Потом туда. Куда-куда-куда-куда-куда-куда, не знаю, сюда. Забегай, закрывай. Закрывай. Все. Я в домике. Я не знаю, просто психа. Не знаешь, чего ожидать. Поблина психа от призрака. Призрак просто, мать его. Он улетел. Как Карлсон, надеюсь, он не вернется. Ощущение, что он где-то, где-то, где-то рядом. Да. Да, по-моему, где-то он. Блин, он прям здесь. Закрывай. Блин. Вот это я. Вот это я не ожидал, что он сюда полетит. О-о-о-о. Блин. Ай. Я не знаю. Психов хотя бы видно. Это вообще непонятно, что он пришел, прилетел. Ох, реально жесть. Блин, а как от него избавиться-то? Потому что он здесь тусуется постоянно. Куда мне? Иди сюда. Куда, походу. Там, да, да. Кто, блин? В жопу тебя. Призрак. Так, ну что? Ну что это за место? Давай закрываемся на все двери. Куда я пришел? Мне надо убить какого-то Билли. Убить Билли. Можно кину и снимать. Он где-то рядом, да? Судя по... Да, а куда? Чих, 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 чих. Он где-то рядом. Он прям очень рядом. Он прям в упор. Твою мать. Я просто не знаю, здесь нет, куда пройти больше. Он здесь. Ах, блин, падла. Козлина. Исхавал меня. Сейчас взорвет. Ааа, давай. Давай. Да просто я не знаю, куда там бежать было. Где-то здесь я его увидел. Да. Бежали туда. В всякий случай спрячемся здесь. Тихо. Тихо, тихо. А куда? Здесь от него хрен спрячешься. Здесь от него не спрячешься. Просто ждем, с какой стороны он появится. Стой, стой, стой. С той стороны появился. Стой. Блин, ребята, я не знаю. Здесь просто некуда больше бежать. Здесь просто больше некуда бежать. Аааа. Да, блядь нахуй. Тихо, 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 тихо. Здесь некуда бежать. О, есть, есть. Давай, 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 давай. Сюда он не проникнет, надеюсь? Нет, 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 нет. Нет, скажи, что ты сюда не попадешь. О, вот ты тварь, а. Вот ты тварь. Вот ты урод. Козел, блин. Я просто не понимаю, куда бежать от него. Не я, куда от него убегать. Ты еще кто такой? Морда. Ребята, я реально не понимаю, куда бежать от него. Сюда. Сюда я заходил. Заходил я сюда. Заходил я сюда. Ааа. Тихо, тихо, тихо. Куда, куда? Протиснись. Протиснись, пожалуйста. Спасибо. Все. Просто бежим, сломай голову. Просто сломай голову, бежим непонятно куда. Просто убегай. Просто убегай, друг. Вали, вали, вали. О, тихо. Тихо. Фух. Надеюсь, он сюда не проникнет. Ааа, схавал. Ура, схавал. Какой ты стремный. Значит, он боится этих мест. Какой ты, блин, стремный, а. Все, я понял фишку. Я срубил фишку. Надо прятаться в этих местах. И все. О, хватит. Это очень стремно. Очень жутко, реально. Здесь сломано. Здесь можно пройти. Так, ну куда, непонятно. Ладно, давай почитаем, что написано. И пойдем дальше. Непонятно только куда. Заметки. Боги и чудовище. Записка для всего персонала от консультанта Рудольфа Верника. Не обожествляйте рой и не позволяйте бреду пациентов влиять на ваши собственные убеждения. Всякое разумное существо, порожденное данной технологией, будет настолько превосходить нас, что иллюзия его божественности может показаться вполне обоснованной. Мы всегда всматривались в хаос и называли его богом. Теперь мы обладаем такой силой, что подобные верования могут нас уничтожить. Не поддавайтесь искушению, не забывайте, что вы ученые. Ох, жесть, туда я не попаду, да? Да, там закрыто. Остается только... Только сюда? Что у меня за цель? Сейчас вот, на данный момент. Не понял. Воу, что это? Что это? Заметка есть, значит, можно прочитать, что это. Какой-то огромный шар. Какой-то... Какой-то портал напоминает уже... Чувак там, да, сидит какой-то... Охренеть, это целая лаборатория. Даже неизвестно было, что здесь... Блин, интересно, вообще кто-нибудь знал реально, что тут какие-то... В лаборатории... Морфогеник и Джайн Чемберс. То же самое написано. Так, не документы, а заметки. Аппарат верники. Сборочная установка, камера питания, молекулы исходного вещества. Смутно вспоминаются статьи о нанотехнологиях. Читал с мониторанием внимательно. Возможно, пьяным. Определенно недостаточный запас знаний, чтобы суметь это разрушить. Всё вращается вокруг Билли. Найти его, убить, покончить с этим. Ох... Отключите подачу жидкостей из резервуара системы жизнеобеспечения. Так. Насколько я понял, там... Или... Или где-то здесь, в капсулах? Может быть, это Билли? Что я не понимаю немножко. Так, документ. Сейчас я прочитаю. Во, жесть. Какой он стрёмный. Ну, прям трубки в животе торчат. Посмотрите. Дышит, дышит. Слышно, как дышит. Ну, просто какая неудобная у него. Там здесь никого. О, псих. Смотрите, псих. Здесь вообще разбито. А здесь что? Тёмный какой-то шар. Тут разбито. Эй, псих. Ты можешь что-нибудь сказать? Откуда ты здесь взялся вообще? Не, серьёзно. Откуда? Здесь никого не было. И тут ты взялся. Ну, опять эти рисунки какого? Розшика или какого? А у него вообще пустой экран. Так, давайте прочитаем. Что за жесть это творится? Что это за место? И что это за документ? К чему он относится? Меры предосторожности в палате морфогенетического кондиционирования. Психиатрические исследования мерков. Правила эксплуатации палаты морфогенетического кондиционирования. Чтобы избежать причинения пациентам вреда, блок жизнеобеспечения морфогенетического кондиционирования требует ежедневного осмотра всех жизненно важных систем. Система жизнеобеспечения 1. Обогащённый кислородом перфтор углерод из резервуара жидкости для поддержки жизни, необходимо полностью сливать и замечать на протяжении терапевтического курса. Обратите внимание, что вещество содержит обезболивающий препарат, и перерыв в его подаче может причинить пациенту сильную боль, что способно нарушить весь ход эксперимента. Система жизнеобеспечения номер 2. Электропитание продублировано и обеспечивается генератором. Надлежащая заправка горючим и проверка состояния генератора должны проводиться ежечасно. Система жизнеобеспечения номер 3. В случае аварийного отказа систем 1 и 2 включается бесперебойное питание блока поддержания жизни, обеспечивающее его на минимальном уровне до прибытия технического персонала. Отключение блока бесперебойного питания приведёт к немедленной смерти пациента. Так, насколько я понял, это Билли. Правильно? Если это Билли, надо его ушатать. Здесь идут трубки сюда, здесь идут трубки отсюда. Давайте попробуем просто пройти пока налево, посмотрим, что есть там. А у нас там сублэп генератора, то есть генератор какой-то. Так, а почему здесь призрака нету? Он же сквозь стены может проходить, насколько я помню. Батареечка. Не нужна мне? У меня целая батарейка. Какие-то непонятные вещи на экране. Даже ирлака нету никакого. Отлично. И здесь закрыто. Ну вот будет прикол, если и там закрыто. Тогда я вообще не смогу его уничтожить, правильно? Так, ну давайте попробуем пройти туда. Может быть там что-то есть? Может тебя прямо здесь можно отключить? Ну, все трубки оборвать и всё? Нет ведь? Так нельзя. Понятно, эта штука тоже не работает. Ну, конечно, не работает. У тебя пальцев нет половины. Так, чувак, ты уже это... Нормально себя чувствуешь, да? Life Support Fluid Reservoir. То есть это, короче, система жизнеобеспечения есть. Что-то мне подсказывает, что... Валеридер и до сюда добрался. Ёлки. Сколько здесь всего? Заметочка. Я прям как знал, что заметка будет. Жизнеобеспечения. Лёгкие Билли. Внутренности. Механизмы жизнеобеспечения. Машина площадью с футбольный стадион поддерживает жизнь в этом психе. Сломать всё к чертям. Он должен умреть. Так. Ну, у меня какие-то догадки. Знаете, что Билли это Валеридер, короче. Ну, потому что Вернике так сказал, что, ну, типа он... Если он умрёт, то и этот сможет умереть. То есть, может быть, этот дух просто помогает? Почему? Поддерживает его? Ну, я так полагаю. Не знаю пока. Пока мне непонятно. Ну, честно, игра меня уже успокаивает в этой серии. Что очень мало чего происходит такого жуткого. Нифига себе, динамики какие. У вас компьютер, наверное, 70-х годов. Если так посмотреть, какие-то цифры прям вообще древнющие. Рубильники повсюду. Не, мне не надо. Вот так нет, мне нужен. Давайте почитаем время. Время идёт реально. Нифига себе. Так, документы. Современный Прометей. Из личных записей доктора Вернике. Франкенштейн или современный Прометей Мэри Шелли анонимно опубликован в 18-м году. Выдержка из главы 4. Научитесь, если не из моих наставлений, то на самом моём примере, как опасно владение знаниями. И сколько человек скромный и счастливее того, кто стремится превзойти собственную природу. Ты говоришь загадками, доктор. Честно. Тебя частями не понимаю. Не поворачивайте в Valve. А мы повернём в Valve, потому что должен выпустить Half-Life 3. Ёлки. Мне кажется, мне надо просто бежать. Потому что он там завопил уже. Ёлки. 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 Палки. Куда бежать-то? Ё-моё. Ё-моё. Надеюсь, он сзади, а не спереди. Ну, в смысле, я не столкнусь с ним лоп-в-лоп. Куда бежать-то? Куда бежать? Там открыто. Всё. Не можно наверх. Просто бегом-бегом-бегом-бегом-бегом. Давай-давай-давай. Не выдыхайся. Терпи. Терпи, скажу. Всё. Терпи. Молодец. Отдышишься, когда он сдохнет. Давай, в лаву и на дверь. Ну, нахрен. Как? Куда? Куда? Наверх, что ли? Да ничего не остаётся, потому что он на пятке наседает. Он же просто взлетит, и всё. Он даже не будет по лестнице подниматься. О-о-о. Чувствую, что он рядом. Капец. Капец. Как музыка наседает. Давай-давай-давай. Иди, братишка. Нифига себе, ты кросс мутишь прям просто по лестнице. Я бы уже выдохся, если честно. У-у-у-у. Давай-давай-давай-давай. Где? Где? Он сзади. Он сзади. Он сзади. Он сзади. Или спереди, я не знаю. О-о-о. В темноту не надо было меня загонять. В темноте жутко. Всё. Я спасён. Выкусил урод. Ну что, всё? Сдаёшься? Ох, ну и морда. Ох, ну и морда. Это было жутко, реально. Фух. Ладно. Зря я сказал, что игра меня успокаивает начала. Нихрена подобного. Это всё равно жутко. А, то есть ты здесь не можешь подняться, да? Непонятно, но по идее ты же мог вот здесь просто взлететь и всё. Согласие о продолжении терапии. Обратите внимание на прилагающуюся форму согласия на продолжение терапии для Уильяма Хоупа, пациента благотворительной психологической программы Мерков в госпитале Маунт Мессив, Колорадо, США. Форма является стандартной, и все соответствующие строки должны быть заполнены. Очевидно, Билли не знал об остановке сердца, случившейся с его матерью. Он дал согласие на участие в эксперименте на условиях денежной компенсации его матери и благотворительного взноса в пользу её церкви. То есть чуваку просто сказали, что заплатит его матери, и в итоге его матери просто не было? Вот он и расстроится. Вернике, ознакомившись с записями сновидений, Билли считает его терапевтический потенциал просто невероятным. Если это Билли за мной летает, то он реально невероятный чувак. Там мне просто открыть и вырубить. И все? Визи! Все? Вернике, я говорю, вернике этого. Валеридера больше нету? Или он там меня ждет? Нет, просто... Я помню, что там ещё какая-то третья часть должна включиться. Третий какой-то этот... Так он называет. Система жизнеобеспечения аварийная. То есть если я с ним сейчас столкнусь... Блин... Стримачно. Эти помехи на камере здесь, в принципе, не особо работают. Вот психушки, они были жуткими, реально. А сейчас они не такие жуткие. В смысле? В смысле? О, давай! О, тихо! О, твою мать! Морда! Удет меня! О, охренеть! Тихо, 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 не ровни меня! Охренеть! Жесткач! Ты с какого этажа упал, братишка? Ты что, ещё бегать можешь после этого? Охренеть ты, Терминатор! Ёлки-палки! Ты как после этого бегаешь-то? Внутри жесть! О-о-о! О-о-о! Так, что делаем? Сюда подбежать, нажать? Или что? Давай! Есть! Сработало? Вот! Тихо-тихо-тихо! Тихо! Ёлки-палки! Кто? А-а-а! Тихо! Всё! Удивш... Ай, блин! Больно же! Тихо-тихо! Выключай нахрен эту камеру! Тебе самому спасаться надо! А-а-а! Жесть! Да... Сдохни уже, урод! О-о-о-о! А-а-ай! Тихо! Блин! Слезёнка! А-а-а! 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 Жесть! Он что, в меня залез? В натуре он залез в меня! Да ладно! Так что, он погиб? Билли! А вальдеридера? Тихо! Братишка, ты как? Нормально? О-о-о! Ни хрена его шатает! Новая цель! Уходите! Жесткач! Я не могу уходить! Вообще нормально! Кряхтит! Бедный! Ты всё, да? Не-не-не! Билли, походу, конец! Куда уходить-то? А тот псих там ещё стоит! Да, он ещё там стоит! Офигеть! Так вальдеридер же вон в меня вселился! Видели? Он прям в меня залез! В конце! Давайте прочитаем! Там по-быстрому что там написано! И надо уходить! Я не знаю куда! Правда! Но надо уходить! Отсюда вывалить! Так, Билли Хоуп! Согласно медицинской карте, Билли должно быть 23! Выглядит на все 50! Тяжело прожитых! Он искорежен болью! Убить тебя значит проявить милосердие! Так, а второе? Смерть Хоупа! Билли мёртв! Вальдер или Рой! Чем бы оно там не было! И сейчас вместе с ним! Умру я здесь или выберюсь уже неважно! Я свободен! Да ни хрена, братишка! Держись! Мы должны выбраться! Мы должны вытащить тебя отсюда! Давай! Просто вставай! Вставай и пойдём! О! Тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо! Держись! Держись-держись! Не врубайся, главное! Мы должны уйти! Он их слышит! Голоса! Ой, тихо! Держись-держись-держись! Блин, тут до лифта капец как идти! Тебе бы в натуре помощь не помешала сейчас! Давай-давай-давай! Мы должны дойти! Докуда не знаю! Просто иди! Так, всё, ты вроде приходишь в себя! Задышал нормально? Нет, опять теряется! Нет, нормально! Просто ощущение, что его глушат уши! Куда мы уйдём-то? Тут очень далеко до ближайшего, блин! Держись! Пожалуйста, прошу тебя! Ты должен быть сильным! Мы должны выбраться из этой жопы! Тихо-тихо-тихо! Просто поднимайся и пошли! Нам нужно найти выход отсюда! Верника! А вы кто? Твою мать! Вы чё, охренели что ли? Ублюдки! Офигеть! Мысли, блин! Офигеть! Там, походу, Валеридер вырвался наружу! Жесть! Капец! Ну и концовочка! Доктор Верники оказался той ещё крысой! Блин, я так старался спасти этого репортера, ребята, вы бы знали! Реально было жалко, когда ему пальцы отхреначили! Да ещё эти придурки за ним повсюду гонялись! Я до последнего думал, что я выберусь, я даже не помню, чтобы его убивали в конце! Значит, из всех персонажей остались живых только от братья-близнецы! Да и Верники больше-то в принципе никого, все остальные погибли! Интересно, что стало с ними и вообще, куда делся Валеридер? В кого он переселился после меня? В общем, вопросы после прохождения остались! Ну, после выпуска я начну проходить следующую часть! Так что, не забудь подписаться! И поддержи меня лайком, чтобы следующие части оказались намного страшнее первой! На этом всё! Всем пока, друзья! И до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok